Агрессия, риск, вот это именно зрелищность. Если он по стеночке в миллиметре тиранул ее и всю трассу в полный газ прошел, это зрелищно, это красиво. Весь Дальний Восток готовится к главному этапу соревнований РДС «Восток». В ближайшие выходные, 2 и 3 сентября, лучшие гонщики будут бороться за титул чемпиона. Площадкой для суперфинала станет Приморское кольцо в Артеме, а участники приедут даже из Хабаровска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского. Дрифт не для любителей автоспортов в целом, это для всех, это просто красивое зрелище. И если вы не фанаты гонок, ну вы придете, вам действительно понравится. Это безусловно, это вот мои родители, я их затаскивал туда просто вот так силком, говорю, придите хоть раз, посмотрите, чем мы занимаемся. И они, папа там вечно, там типа моторы гудят, там шуметь будут, нафиг надо ваши гонки. Ну такое, пришел, все, там мама на инстаграме, папа там тоже уже там фоточки, все нормально, болеют каждый раз, вот их все уже силком. Это взрослые люди, они никогда не увлекались автоспортом. Ну то есть нравится, нравится, это можно всей семьей приходить, отдыхать и смотреть. Наши дрифтеры себя слабее приезжих участников не считают. А по словам главного судьи в восточном регионе Дмитрия Семенюка, российская дрифт-серия самая сильная. Говорит, кто может превзойти пилота, входящего в поворот на скорости почти 200 км в час. У меня был заезд топ-4 и я явно в нем побеждал, я был в этом уверен и оставалось до финиша, как до вас. И есть такое понятие крепления тросика газа. Это железка такая, которая тросик газа держит, чтобы он был нажат. И она просто взяла и отвалилась за 5 метров до финиша. Я остановился, второй пилот, который уже явно проигрывал, пересек эту линию и попал в финал. Константин Овшаров, пилот со стажем, посвятил дрифту целых 12 лет. Говорит, случалось всякое, от досадных проигрышей до форс-мажорных поломок автомобиля. Но перед новыми соревнованиями не остановит ничего. А вот взглянув на хрупкую, голубоглазую Валерию Маковозову, сразу не поверишь, что гонки – самая важная часть ее жизни. Это все с детства любовь к автомобилю. Я всегда была помощником папины. Он мне всегда говорил, что когда-нибудь соберем тебе автомобиль гоночный, будешь участвовать в гонках. Но это время пришло, он подготовил у меня автомобиль. Сначала я участвовала в соревнованиях на Змеинке с 2015 года. Потом поняла, что надо расти, и вот папа в 2017 году мне подготовил другой автомобиль. Уже за камерами Валерия Маковозова признается, давать интервью ей гораздо страшнее, чем сидеть за рулем гоночной машины. Там на трассе под рев двигателя девушки намного спокойнее, чем под яркими софитами. На финальном этапе своим соперникам пилоты, несмотря ни на что, пожелали победы. Ведь для них дрифт – не просто возможность занять первое место, а образ жизни и любимое дело. Ольга Продан, Василий Косилов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.